Сейчас возьмем в прокат. Немножко прокатимся с вами. Посмотрим, что из этого получится. Возьмем электрический, потому что хочется на камеру поснимать и еще попробую бы сверху заснять. В общем, заморочимся, жестоко заморочимся. Едем с вами. Попробуем, что у нас по факту получится. В общем, едем мы с вами потихонечку по Олимпийскому парку. Ну и сзади нас пытается, как вы думаете, ехать кто? Все верно. Лететь квадрокоптер. Давайте остановимся, посмотрим, что у нас по факту получается. Все, ребят, пробуем опять снимать. Другому ехать. Посмотрим, что из этого получится. Посмотрим, что же у нас интересного будет. Все, ребят, пытаемся мы с вами сделать хорошую видеосъемку. Отлично. 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 в целом да все хорошо комфортно можно здесь прокатиться даже мне нравится да какая-то романтика и очень видно очень много народу которые здесь приезжает в том числе и с детьми на самом деле это супер это очень-очень даже супер сейчас мы с вами давайте угоним на всяких случаях все идет с вами дальше самое главное чтобы заряд не закончился а то нам придется потом пешком идти все равно еще немножко хочу вам показать давайте мы переключимся на скорость на выше вот-вот-вот-вот и вот здесь вы видите здесь все хотят ехать парами чтобы можно поболтать друг с другом поэтому есть определенный комфорт ну что едем-едем-едем-едем в далекие края смотрите это называется сверху да то что мы сейчас видим это средиземноморская сосна интересно растение мне даже больше нравится чем пальмы потому что пальмы встречаются нас везде вот средиземноморские сосны встречаются нас не везде думаю что пора уже наверное уже пора разворачиваться и так далеко мы с вами куда проехали проехали почти до олимпийского парка ну или давайте доедем уже до олимпийского парка вот здесь покажу вам ту красоту которая здесь есть ремонт дороги давайте мы здесь тоже немножко с вами поснимаем ну что ребят потихонечку с вами подъехали давайте попробуем сейчас теперь с таким же макаром доехать назад ну и посмотрим что же есть другое сразу говорю глаза слезятся просто жестью даже представить не можете наверное наверное все таки в холодный и ветер прямо обдувает очень-очень даже сильно а может быть мне просто печально за сочи и так далее вот смотрел давайте попробуем с вами снять обратно дорогу в более хорошем качестве ну что ребят продолжим попробовал я прямострячить кое-как камеру ну и решил для вас заснять все таки ту красоту которая есть очень тяжело не подготовился поэтому сейчас мы с вами проедем ну а вы со своей стороны кто скажете как вам такая дорога как вам люди очень много здесь у нас очень много здесь велосипедистов все и давайте с вами посмотрим ту красоту которая здесь есть сразу здесь удобно бегать удобно прыгать удобно гулять но опять же все это удобно в межсезонье как только наступает здесь сезон как только наступает здесь сезон сразу же здесь становится очень-очень жарко хотя видите уже до февраль месяца и у нас уже разгоряченные женщины ходят уже в одних футболках хотя мне тоже хотелось бы в одной футболочке но сейчас проехав вот именно с хорошей скоростью то ощущаешь себя как ты думаешь действительно зима наверное есть давайте сейчас еще немножко проедем посмотрим с вами олимпийские объекты точнее посмотрим с вами тот самый стадион и уже будем разворачиваться и потихонечку потихонечку будем с вами давайте я сейчас вам покажу вот он у нас стадион стадион фишт за ним у нас все олимпийские объекты Сочи парк тот самый настоящий колесо обозрения которое работает в общем вот такая здесь красота ну что добро пожаловать в город Сочи а мы давайте с вами сделаем круг почета и попробуем с вами доехать назад уже до того места где мы взяли нашего железного друга в прокат ну что дети и взрослые едем дальше смотрим красоту теперь вид будет гораздо лучше потому что спереди мы с вами будем видеть не только море но и горы а горы как вы понимаете дают вид гораздо лучше нежели просто обычные не знаю там нежели просто обычные у нас просто море к морю уже привыкли а вот горы здесь по-настоящему красивые просто такие горы например в центре Сочи мы не увидим а вот в Адлере ранее олимпийского парка увидеть конечно же можно опять же вы видите да идет подготовка к сезону много чего здесь делается и я думаю что в этом году у нас туристов будет еще гораздо больше благодаря тому что мы снимаем блоги всевозможные благодаря тому что просвещаем наверное потому что проявляем свой патриотизм да давайте секундочку вот так вот повыше сделаю чтобы вам было покомфортнее да вот так оно будет получше так вот что касается поездки в Сочи мой друг приезжая через 3 дня будет останавливаться в Сочи парк-отеле поездка у него будет с Уфы поездка у него будет с Уфы и соответственно цена 20 тысяч рублей за двоих ой 20 тысяч рублей за одного за двоих стоил 28 я считаю что это нормальная цена с учетом того что Леха будет завтракать в том числе да и я думаю что он там на завтраках полностью возьмет и отобьет все свои затраты точнее мои затраты потому что я его пригласил к себе на день рождения как брат сказал а что это Леха сам себе ой извиняюсь ой да такие вот лежащие полицейские давайте отправим а что Леха сам себе не может да конечно может как бы ну просто я же его пригласил поэтому я думаю ей заду показать какие ну реальные цены ну и как раз для тех людей которые мечтают купить квартиру в Сочи да или в Адлере да и заниматься на сдачу в аренду я не знаю сколько вы будете зарабатывать да если например вот говорю такие есть конкуренты как Бридж и тому подобное которые дают такие хорошие цены опять же например у меня сейчас клиенты остановились в центре Сочи заплатили за Маринс отель за 2200 рублей я тоже считаю что это цена более чем адекватная и в целом с квартирами не сравнить в любом случае в отеле отдых гораздо лучше в отеле отдых гораздо комфортнее в том плане что за вами себя приберут за вами всегда уберут ну и в общем как бы так вот видите у нас девочки поедают мороженое а это значит наверное погода ну нормальная комфортная погода мы с вами едем потихонечку дабы чтобы можно было все рассмотреть извиняюсь за качество картинки наверное все будет прыгать все будет скакать ну как мог так и записал в любом случае я думаю это лучше чем чем совсем ничего опять же сегодня да на редкость мы видим очень мало людей которые идут по велосипедной дорожке ну не беру в внимание говоря отцов которые видите с правой стороны например с правой стороны есть для колясок да удобно все равно идут по проезжей части а так в целом уже как бы культура культура еще раз повторюсь растет и это приятно и это чертовски чертовски приятно опять же когда ездить нужно знать что где-то может появиться турист где-то может выбежать ребенок поэтому я и стараюсь ехать максимально аккуратно не превышает скорость почти не превышает скорость сейчас мы немножко разовьем пока есть свободный участок в общем не знаю как у меня есть клиент с Америки он сказал что бы никогда в жизни американцы столько в набережной не вбухали у нас говорит таких набережных нет и ваша набережная на зависть всему миру и я в принципе с ним согласен я много где у нас был много где у нас был много где путешествую и могу сказать что набережные наши по-настоящему потрясающие и мы флор дадим очень-очень многим вот они кафешки некоторые работают не ожидал что сегодня будет так много народу вот про что я вам говорил идет и не слышит ей пофиг и все поэтому будьте очень даже аккуратны видите там просто понятно что там может было перейти и все но не идти же посередине полицейские у нас жестокие да здрасте вот как раз камеру можете навести на указывающий знак передвижения на этом виде да я отдать я не катаюсь я отдать у кого взял а вон там где-то я взял там где-то там осталось 10 метров сейчас наши стоят они вас все равно не пропустят вот здесь по пандусу пожалуйста объедите и выйдите хорошо без проблем спасибо большое хорошо спасибо ребят даже гаичники если вы представляете себе офигеть короче по пандусам мы с вами съезжаем блин тут надо тоже съехать знаете чтобы при этом не знаю как вы я себя очень чувствую дискомфортно на электрических победах нельзя и почему-то оставить только мне одного ну да ладно что первый раз что ли на этом будем ехать здесь вдоль дороги не будем по тротуару потому что мы получим что мы свиноты правильно с вами поэтому давайте справимся вот здесь опа я думал сейчас будет ругаться я думал что будет видите у нас все культурное в Сочи ну реально культурно даже сегодня я возле Почты России простоял 2 часа и 4 раза меня пытались эвакуировать подходили культурно объясняли что я не прав что как бы ну не вымораживали ни деньги не выписывали штраф и все ну в общем молодцы сейчас мы здесь с вами Редиса набедим и постараемся сдать наше чудо электрическое с одной стороны да право я тоже думаю что не нужно да вот как бы ну опять же там ладно я еду аккуратно а другие вот таксист так страшно потому что таксисты они самые непредсказуемые люди кстати вот здесь мы с вами проезжаем сейчас апартаментный комплекс Си Сайд здесь можно купить апартаменты да там блин такой ремонт знаете как называют в кавычках говноремонт вот там именно такой говноремонтик и по 250 тысяч рублей за квадратный метр можете приобрести вот здесь мы сейчас объедем да бы не сбудился ой сколько торговых площадей сколько ждут своих арендаторов посмотрите очень-очень много поэтому кто-то хочет открыть свой бизнес добро пожаловать в Сочи и в Сочи вы сможете 100% себе что-то замутить ну а мы сейчас с вами пытаемся найти то место где мы взяли с вами в аренду этот славный агрегат да вот здесь наверное сейчас обидим с вами очень страшно здесь разъезжаться задолбали меня звонками сейчас давайте все-таки дозавершим эфир я оставить припарковать назад на парковку я же объехал все вот здесь с этой стороны где час сектор час и сектор час и сектор здесь нету параллельная дорога там нету все видите мы едем нас предупреждает все очень культурно поэтому давайте сейчас вспомним где мы брали наш самогонный аппарат все я знаю где мы брали сейчас я думаю мы отдадим ну ничего посмотрите не только набережную посмотрите все остальное потихонечку мы с вами едем по дороге вот здесь кстати кто-то интересуется продаются ли дома да продаются пока самый дешевый домик я здесь видел за 200 миллионов но это даже не домик а сарай потому что соблазн чтобы здесь что-то построить очень велик поэтому в основном здесь берут дом строят какую-нибудь жпшку типа жилого комплекса не буду говорить такого зелененького и все и потом распродает через злых риэлторов немножко уже с вами заблудился есть некоторые хорошие домики здесь смотрите ну не знаю но я бы честно говоря в этом месте мне вряд ли жил бы вот скажешь макс ты едешь под кирпич да ребят я еду под кирпич сейчас мы там потому что мне нужен прокат сдать макс здесь вполне возможно что я нарушил вполне возможно значит так сейчас мы с вами повернемся сюда постараемся сдать сдать наш мопед looking как сдадим 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 сходим Сейчас мы пропустим всех. Все, объехали и наконец-то мы доедем до того места, где мы взяли наш данный аппарат. Ну, в общем, поездка, я думаю, вы, наверное, больше хотели услышать, точнее увидеть все своими глазками. Виртуально сделали с вами экскурсию. Я думаю, что вам оно понравилось. Если понравилось, ставьте лайк. С большим удовольствием буду снимать в таком формате. У меня сейчас был соблазн снять либо квартиры, либо не можем показать вам город. Я выбрал все-таки именно вариант, потому что погода хорошая. Как только плохая погода будет, буду снимать квартиры. А в такую погоду было грех не снять именно вот эту часть. Вот, все, мы доехали. Сейчас мы здесь повернем. Раз, два и все. Все, ребят, доехали мы потихонечку до пункта значения. Плывем с вами дальше. Ребят, час катания обошлось всего лишь 700 рублей. Поэтому я считаю, что эти деньги потратить можно. И опять же, давайте прям немножечко уже, раз уж на то пошло, я разверну камеру, чтобы вам было удобно смотреть, что здесь есть. И пойдем с вами вот так вот, на таком уровне, чтобы вам ничего не мешало. При этом, чтобы вы меня прекрасно слышали. Ну и вот это пляж. Да, кто-то говорит, что пляж размывает. Да, да, да. Кто-то говорит, что от пляжа ничего не останется. Один у нас человек снял. Еще несколько блогеров поддержали. Ну вот, по факту, да. Вы не видите здесь никакую технику, ничего. И вы видите здесь пляжа. Кто-то скажет, пройти ближе к морскому порту. И все. Не хочу отойти ближе к морскому порту. Там делать нечего. Во-первых, никак в жизни там никто из нормальных людей не купается. Потому что там река Мзым-то впадает как раз вот в море. И постоянно там грязь, и все. Все нормальные люди купаются здесь. Поэтому я ориентируюсь именно вот по этой части. Вот здесь ничего не меняется. Я здесь уже хожу два с половиной года. И все как было, так и осталось. Вот вам пляжи разрушенные, которые, про которые там у нас... Пишут, снимают. То, что вам там, не знаю, там в уши вкручивают и так далее. Вполне возможно, что пляжи действительно разрушается. Разрушается точнее олимпийский, да. Даже в этом может быть и не сомневаясь. Потому что человек много чего делает. В угоду непонятно кого. Ну, давайте смотреть. Сейчас, секундочку. Давайте смотреть все-таки трезвым взглядом на всю обстановку. Ну вот, посмотрите. Вот я нахожусь, да. И это еще не сезон. К сезону все подготовится, все сделает. В любом случае, я не думаю, чтобы у нас в город, в который вложили 50 миллиардов долларов, 50 миллиардов долларов еще вкладывают. Что возьмут просто-напросто и позволят сделать, что такое плохое с пляжем и так далее. Я не думаю. Я не думаю, что у нас страна дебилов и идиотов. Поэтому пляжи здесь в любом случае будут. Ну, а это лишний повод тем людям, у которых денег не хватает на Сочи, которые смотрят Анапу, Геленджик или в Крыму что-нибудь. Это единственный аргумент, почему бы не покупать недвижимость в Сочи. Но я могу сказать одну простую вещь. Мне же по барабану. Есть пляж. Но нет пляжа. Я здесь на пляже не купаюсь. Я всегда езжу отдыхать куда-нибудь подальше, где действительно есть пляжный отдых шикарный. Здесь я живу не из-за моря. Я здесь живу из-за того, что здесь хорошая инфраструктура. Здесь сейчас 5 февраля. Люди половина в футболочках. Из-за того, что здесь жизнерадостные люди, потому что здесь все на позитиве. Потому что здесь есть чем заняться. Здесь есть горы. Здесь есть лыжи. Здесь есть море. Здесь есть зелень. Здесь есть пальмы. Здесь есть все. Понимаете? Вот из-за этого я, в принципе, и выбираю Сочи. У меня не был приоритет, когда я переезжал на море, чтобы жил на море. Вот если бы, например, в Краснодаре было бы все так же, чтобы не было пыли. Чтобы было очень много зелени. Если все было в Краснодаре, я бы спокойно жил в Краснодаре. И даже можете в этом не сомневаться. Но по факту Краснодар этим похвастаться не может. Это пробки. Это пыль. Это аномальная жара. Это сухость. Мне такая погода была в Ворске знакома. Поэтому я выбрал Сочи. Но никак не выбирал из-за того, что здесь море. Я на море-то не купался. Мне в море без разницы. Мне в горы гораздо интереснее. Мне гордо и больше положительных эмоций. Нежный море. Все, ребята. Вам всем хорошее настроение. Вам всем побольше позитива. Мы с вами дошли уже до места, где мы оставили нашу машинку. И поедем в центр Сочи. Спасибо за просмотр. Пока. 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 Пока.